На острой теме это визита Путина на Южный Кавказ. Сегодня все активно это обсуждают. В Украине свое отношение к этому визиту. И вот вы сказали, что когда пути закрываются на Запад для Путина, то фактически открываются ему через Азербайджан, Иран и так далее. И мы прекрасно помним о том, как много Азербайджанам помогает Украине. Мы помним, как восстанавливались города, мы помним, как восстанавливались школы. Мы помним это все. Но для Украины очень важно, потому что мы смотрим этот визит практически в прямом эфире. Он достаточно теплый визит, я бы так сказала. Рабочий, теплый, если бы я так это отценивала. Поэтому, если можно, давайте поговорим об этом. Как вам кажется, насколько Россия сейчас, если хотите, закрепляется на Южном Кавказе? Или почему и важно закрепиться на Южном Кавказе? И давайте еще раз вернемся, потому что то, что вы сейчас рассказали, это очень интересно, вот такой своеобразной, такой стратегической игре и Запада на Южном Кавказе. Можно немножко еще к этому вернуться? Потому что, мне кажется, это очень важный такой момент. Вот смотрите, прежде чем, вот когда вы смотрите на визит того же президента России в Азербайджан, вы сначала оставьте симпатии, антипатии в стороне. Отношение мое, например, к этой войне в личном плане, человеческом плане, вы видите. Я целый день на ваших каналах, и вы это понимаете. Но экспертиза, она должна быть лишена эмоций. Чистая экспертиза. Мы должны правильно поставить диагноз. А чтобы поставить правильный диагноз, посмотрите на карту, на географическую карту. Где находится Азербайджан? С севера Россия. С юга Иран. Справа Каспийское море. Слева Армения, с которой у Азербайджана война еще завершилась на земле. Но на бумаге она еще не завершилась. И она продолжается. И информационная, и идеологическая, и по всем другим направлениям продолжается. Вот что делает Азербайджан? В Каспийском море, как наш с вами общий знакомый и мой близкий друг Эльдар Намазов сказал грамотно, очень хорошо. Мне эта фраза очень понравилась. Вы видите там в Каспийском море американский Тихоокеанский флот? Я что-то его там не вижу. Если бы он там был бы, тогда можно было бы какие-то вопросы говорить Азербайджану. То есть вот они пришли там, и они говорят, не обращайте внимания ни на север, ни на юг. 200 лет и север, и юг дербанили Азербайджан. Где был Запад? Где вообще кто был на планете? И 200 лет назад, и 30 лет назад, когда я был в правительстве Азербайджана. Никто не был рядом с нами. Нас наказали в первой Карабахской войне, тот же север вместе с югом. Отобрали у нас Карабах, 7 районов. И 30 лет агрессор Армения пользовался всеми благами, как со стороны России, так и со стороны Запада. Я имею ввиду Францию и Соединенные Штаты Америки. Как вести себя Азербайджану в этой ситуации? Почему тогда в Украине? Почему тогда по всему миру? Никто не задавался этими вопросами, да? Пока петух, извиняюсь, не клюнул в первую очередь и вас тоже в 2014 году. Но поведение Азербайджана с 2014 года по отношению к Украине, оно всегда оставалось таким, никаким, каким оно было со стороны Украины. Это я просто чисто такой момент говорю, чтобы вам было понятно. Вы должны посмотреть на карту, и что делает Азербайджан в этой ситуации. Азербайджан сегодня, понимая уроки Первой Карабахской войны, очень важно посмотреть и на Грузию, и на Армению в этой ситуации. Вот я недавно, вчера у Гелла Васадзе эту тему высказал, я могу повторить вам здесь же. 30 лет назад у Азербайджана была одновекторная внешняя политика. Одновекторная внешняя политика во время правительства Фасиль Чебаи. Я был в этом правительстве. В результате этого Запад за нас не вписался. Запад не вписался, нас наказала Россия. Мы потеряли все. Грузия, 2008 год. Одновекторная политика Михаила Саакашвили. Запад за Михаила Саакашвили не вписал. Более того, Саакашвили то, что сделал для Запада, мы в Азербайджане этого не сделали. Но опять же, из-за него также не вписались. Абхазия, Цхэмвальский регион ушел. Они что сделали на Западе? Перезагрузку. Перезагрузку. То есть сдали Грузию. Где Саакашвили сегодня? В тюрьме. И поведение грузинского правительства сегодня, который сегодня повторяет, хочет повторить опыт Азербайджана. Мы сделали выводы. За эти 30 лет что мы сделали? Мы с одновекторной политики ушли совершенно в другое направление. Мы стали движением неприсоединения. Мы сегодня объявили, что территория Азербайджана не будет использоваться против своих соседей. Не против России, не против Ирана, не против Грузии, не против Турции. С Арменией у нас была война, она тоже закончена. И поэтому мы им предлагаем мир. И не против Армении в том числе. То есть, несмотря на то, что, заметьте, у Ирана с Израилем какие отношения. Вы знаете отношения Азербайджана с Израилем. В том числе, что бы там ни говорили, территория Азербайджана против Ирана также не используется. Однозначно. Несмотря на то, что мы не скрываем наши отношения с тем же Израилем. Это политика. И в результате этой политики, многосторонние, равноудаленные, посмотрите, что получается. Та же Россия во второй Карабахской войне не вмешалась. Она не вмешалась ни от хорошей жизни и ни за красивые глаза. Потому что мы нашли баланс в лице нынешней Турции. Потому что 30 лет назад другая Турция за нас также не вписалась. А нынешняя вписалась, и она стала балансом для той же России. Чтобы Россия не вписалась. Ни Россия, ни Иран. И в результате проблема разрулилась. Там был демократ Ельцин 30 лет тому назад. Здесь авторитарное правительство Владимира Путина. Эти все слова, это все эмоции. Надо смотреть на землю. Результат. Что нужно Азербайджану? Освобождение своих территорий. Восстановление суверенитета, территориальной целостности. Цель оправдывает средства. Если в первой цели мы пошли путем идеологического неопытного направления, мы получили оккупацию наших земель. Мы потеряли это все. Грузия это увидела в 2008 году. Вы, дорогие украинцы, увидели в 2014 году. Майдан, евроинтеграция. Евромайдан был у вас, правильно? Что вы в результате этого получили? Аннексию Крыма, бойню в Донбассе. Запад за вас списался? Нет. Вам навязали Минские соглашения. Так же, как нам навязали Бишкекский протокол. А грузинам навязали перезагрузку. То есть это все, вы должны же понимать, это недавняя история. Как вести сегодня маленькому Азербайджану? Как вести сегодня маленькой Грузии? Как вести сегодня Украине? А Украине сегодня еще намного тяжелее, потому что уже война идет на ее территорию непосредственно. Вы видели поведение того же Запада. И вы видите, они не так до конца еще вписываются за вас. Вы просто их заставляете своим героизмом делать определенные телодвижения. А что делать Азербайджану в этой ситуации? Я вам сказал, смотрите на карту. И мы хотим сегодня, чтобы у нас проблем не было. И посмотрите, как мы работаем. У нас стратегическое партнерство энергетическое с Евросоюзом. Усулов, он приезжает, подписывает. Мы недавно подписали с Китаем такого же типа соглашения. То есть это значит дорога, единый путь, который проталкивает тот же Китай. Это значит с востока на запад. Теперь север-юг. Два соседа, которые исторически не любят Азербайджан. И по сегодняшний день не очень-то радуются нашей независимости. Но мы сумели разрулить так ситуацию, что сегодня Россия и Иран открывают наконец-то где-то север-юг. Иран не хотел открывать до последнего. Азербайджан предлагал даже деньги, Решт Астара. Россия предлагала деньги. А сегодня это пойдет за счет той же России. Значит, Россия в нынешней ситуации увидела, что других вариантов нет. Западная граница закрывается. И ей нужна лояльная страна, стабильная страна, которая будет обеспечивать это. Азербайджан что, плохо от этого? Мы выигрываем от этого однозначно. У нас здесь сталкиваются интересы разных игроков. Тот же Евросоюз, который воюет с этой Россией. Тот же Китай, который вроде поддерживает как-то ту же Россию. И та же Россия с тем же Ираном, который не любит нас. Но в результате это все будут заинтересованы в этой стабильности. Это и есть стратегические интересы страны. И Азербайджан это демонстрирует. А то, что все говорят с Украины, вот Азербайджан это делает так. Да правильно и делает Азербайджан. Потому что для Азербайджана, для граждан Азербайджана, в первую очередь, интересует наша территория, наш суверенитет, наша территориальная целостность. Так же, как это должно быть интересовать и Грузию, так же, как и Армению, так же, как и Украину в том числе. Поэтому, и при всем при этом, при всем при этом, заметьте, Азербайджан первая страна по уровню помощи Украине в гуманитарной области. Из всех стран бывшего Советского Союза. Простой вопрос. Почему Азербайджан это делает? Потому что это входит в нашу политику. И мы не скрываем это от той же России. И Россия знает прекрасно, что азербайджанское общество в целом поддерживает именно украинское общество. Потому что Украина сегодня защищает международное право. Так же, как если мы защищаем Карабах, так значит мы должны защищать и Крым, и Донбасс. Это территория Украины. Так же, как мы защищаем и Грузию. Несмотря на то, что Саакашвили там сидит в тюрьме. И грузинское правительство, которое я критически отношусь. Но в любом случае, мы, как все азербайджанцы, поддерживаем их. Потому что Абхазия, Крымвальский регион, это их территория. И мы в этих вопросах на их стороне. Но я никогда не буду выступать за то, чтобы сегодня в Грузии была бы дестабилизация. Потому что, посмотрите, многовекторная политика Азербайджана дала возможность той же Грузии взять некоторые примеры. И посмотрите, Грузия сегодня, как ведет себя нынешнее правительство, к которому я критично отношусь. И в первую очередь за Саакашвили. Посмотрите, как они ведут. Они боятся России. И они не доверяют Западу. Что им делать? А кто-то хочет раскачать ситуацию. Прежде чем раскачивать ситуацию, как я давяще сказал про Азербайджан и Тихоокеанский флот. Пришлите Тихоокеанский флот на Черное море. Станьте там. Как вы это сделали касательно того же Израиля. Вы сделали же касательно Израиля. А почему вы сделали? Да потому что эта тема очень сильно давит на президентские кампании здесь в США. И у них есть договор с Израилем. Стратегическое партнерство вне НАТО. С Грузией, с Азербайджаном у них такого договора нет. И что вы хотите? Чтобы и Азербайджан, и Грузия пошли снова на заклане, как Азербайджан 30 лет назад, как Грузия в 2008 году. Или вы в 2014 году. И вот теперь мы приходим к Армении. В этой ситуации. Визит Путина. Покой. Это первый месседж Армении. Образумься. Образумься. И не создавай плацдарм у себя на территории, как это было в Сирии. Там происходит сириизация. Вот в этом Зангизуре. Сегодня там схлестнулись. Я пока имею ввиду на земле. Пока еще там войны нет. Но это вполне может взорваться, эта пороховая бошка. Посмотрите, кто там находится. Разведка Евросоюза под видом наблюдателей. Все бывшие разведчики там. Там Иран находится. И там Россия представлена в огромном количестве. Вы знаете. И граница у них, и бизнес у них. И все остальное. Они там находятся по полной программе. И это находится непосредственно на границе с Азербайджаном. И это как раз-таки Зангизурский коридор. И при всем при этом тот же Запад. Тот же Запад. С одной стороны. Хочешь мирный договор. Бумажку с Азербайджаном. И с другой стороны. Подзуживаешь ту же Армению. На то, чтобы не торопись идти с Азербайджаном на мирный договор. Определенные круги, которые там есть. И сегодня против Азербайджана. Опять же этот Варданян. Жулик. Который признал бойню в Донбассе. Финансировал бойню в Донбассе. Вот этот Рубен Варданян. Этот негодяй. Этот проходимец. Который сидит сегодня в тюрьме. В бакинской тюрьме. Его поддерживает. Посмотрите. Госдеп. Конгресс. Саманта Пауэр. Американские средства массовой информации. Из него делают политзаключенного. Сын бегает по всем этажам. И хотят ему вручить Нобелевскую премию. За что? За то, что он поддерживал бойню в Донбассе? А куда вы, украинцы, смотрите? Вот я вам задаю. У нас в Украине внимательно слезят. А у нас в Азербайджане, дорогая Людмила. Внимательно слезят и за украинским информационным пространством. Почему вы к нашей территориальной целости. К нашему суверенитету. К нашим проблемам. Так безразлично относитесь. А от нас требуете большого внимания. Я имею ввиду конкретно. В общем. Вот касательно этой тематики. Рубена Варданяна. Видите, я сейчас это озвучил. А вы даже об этом не слышали. Потому что это не ваша проблема. Это наша проблема. То есть вот исходя из этого. Потом. Почему вы не реагируете на то, что... Смотрите. Армения ОДКБ находится. Армения граница с Турцией и с Ираном охраняет войска. Армения сегодня товарооборот. За эти два с половиной года войны. Восемь с половиной миллиардов. К концу года будет семнадцать миллиардов. Это все деньги обхода санкций. У Азербайджана этих оборотов нет. У Грузии этих оборотов нет. Почему сегодня на эту тему на Западе никто не говорит? Почему в Украине ничего не говорят? А какой-то танкер пройдет там через Турцию? Или что-нибудь про Азербайджан? Вот Путин прилетит в Баку. Вы сразу моментально начинаете. А это потому, что это информационная война. И против моего родного Азербайджана. А вы на это клюете. А я вот вам стараюсь расшифровать. Потому что вы смотрите в корень этой проблемы. То, что сегодня Путин приехал туда, это нужно Путину. Это успех Азербайджана. Успех внешней политики Азербайджана. Мы сумели сделать так, что он приехал туда. Если проблемы были бы, он не приехал бы. Значит, ему нужно было приехать туда. А Азербайджан, естественно, демонстрирует все то, что он должен демонстрировать. Я не сомневаюсь, придет время, и иранский новый президент, этнический азербайджанец, тоже приедет в Азербайджан. Потому что вот то, что Путин приехал туда, я хочу, чтобы понимали. Север-юг, значит, Путин должен будет встретиться с иранским еще президентом. Или в Тегеране, или тот прилетит в Москву. А потом они трое должны будут встретиться. Потому что север-юг, они должны, три страны должны это подписать. То есть мы видим, что тенденцию к тому, что никто не хочет войны, никто не хочет эскалации. И Азербайджан в первую очередь. Мы восстановили свой сувенидет, свою территориальную целостность. Какие к нам претензии? Что мы делаем такого против, например, Украины? К Украине мы поставляем гуманитарную помощь. Больше, чем всех. Все. Войну эту мы затеяли. Запад затеял вместе с той же Россией. Они виноваты. Пускай они это все делают. А Украина от Азербайджана может хотеть только то, что Азербайджан может дать, но не дает. А этого нету в помине. А то, что Азербайджан защищает свои границы, свой сувенидет, территориальную целостность, так мы имеем на это право. Вы же это то же самое делаете. И Грузия это то же самое делает. Просто надо понимать проблемы этой страны, проблемы Грузии в том числе. Поэтому, когда кто-то начинает вот эти информационные клише выбрасывать. Вот, извиняюсь, когда армянские, жена армянского премьера приехала в Киев. И у вас там, на фоне этих первых леди во главе с женой президента Украины, она выступала там с антиазербайджанскими выступлениями минуты 3-4. Азербайджан же закрыл глаза на это. Но вы же это позволили сделать? Простой вопрос. Как вы можете это позволять делать только за то, что они сделали 2-3 хороших реверанса в сторону Запада? То есть вы здесь подыграли Западу. А вы не должны подыгрывать ни Западу, ни Востоку, ни Северу, ни Югу. Вы должны быть проукраинскими на своей позиции. Точно так же, как сегодня Азербайджан на этой позиции находится. Если Азербайджану выгодно поддерживают Украину гуманитарно, пускай 10 раз президент России приезжает в Азербайджан, мы будем продолжать это делать. И будем делать это открыто. Хотя мы делаем много того, что и открыто сегодня не говорят. И об этом знает ваш президент и президент Азербайджана. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.